Музыка Здравствуйте! Выси-выгатты, еш-кьёх. Сегодня я расскажу о тех персонажах, которые приходят уже в последний день со своей атрибутикой. Один из первых приходит обычно журавль. Он начинает у медведя всё разрушать. Он за душой медведя приходит. Все последний день, кто приходит, за душой медведя охотятся. Самое главное. Вот журавль. Песня поётся «У журавля было гнездо, и медведь разорил это гнездо». И поэтому вот журавль собирается мстить медведю. И за это он приходит наказывать медведя за то, что он разорил гнездо. Учёные возводят к чему? Что это вот журавль, пришлая культура, угорская, а медведь – это вот местная культура, палеазиатская. Столкновение двух культур. Но, как мы сегодня видим, прижились эти культуры. Даже общим праздником стали. Журавль всегда у угорских народов священная птица. Вот те, кто с медведем, палеазиатский комбонент котов, это тоже в тех же хантах живёт. Но палеазиатские, они пришли раньше сюда, а потом угорские племена сюда приходят. Можно сказать, предки хантов воевали с предками тоже хантов, но пришли. Не знаю, как это можно сказать, но наши предки друг с другом воевали. Ну, мы вот такие вот родились и дальше живём. И даже вот такой вот огромный праздник, где нынки – это палеазиатская культура, и наши духи-покровители в халатах, все они там мирно существуют и уживаются. И вот этот вот журавль, который разрушает, ну, всё же у него в памяти есть, что когда-то врагами были. Вот это вот осталось. А вот здесь вот, с лошадью, да, лошадь сюда тоже приходит с угорскими племенами. За душой медведя бегает. Вот эта лошадь, она белая лошадь. Она непростая лошадь, священная. Она по небу летает, крылатая лошадь. Мир суснехуми, ляастыики на нём всегда бывает. И когда на медвежий праздник он приходит, раньше ставили серебряные четыре блюда. Когда медвежий праздник проводился, до революции, вот такие серебряные блюда ставились. И вот эта лошадь приходит, чтобы она наступала туда. Тут богатырь сидит, конечно, астыики. И спрашивает прямо, к медведю, по кругу идёт, к медведю подходит, спрашивает, сколько дней. Там люди говорят, семь дней прошло. Ну, семь дней назад ушла чайка. Чайка украла у медведя душу. И за этим вот всадники бежит. Потом уже последний день. И, конечно, чайку настигают. Ну и пляшут все и уходят. Есть тоже в последний день лисичка приходит. Она тоже за душой приходит. Она тоже считается лисичка существом нижнего мира. Из-за этого у нас с лисичкой конфликты. Но лисичка всегда крадёт что-то. Ну, тоже она украла душу. Чтоб таких вот больше не было, лисичку поджигают. Чтоб больше не крали, ничего не делали, чтоб их вообще не было. И там тоже семь кругов лисичка проходит. В конце концов, из тех посетителей, кто на медвежьем празднике, кто-нибудь да хвост поджигает, а хвост делается из соломы. Всё считается, лисица, всё. Отняли душу, которую ставим. Они-то душу всё крадут. Духа покровителя. Поэтому мы должны обязательно отнять. И вот поджигаем, сберегли, значит. Затем, на этот медвежьи праздник семь сыновей Торума обязательно должны приходить. Их называют Торумхвопиёх. Это вот у Торума, отца, у Верховного, есть ещё семь сыновей. Кроме тех, которые на земле правят. Там наверху ещё семь сыновей есть. И эти семь сыновей, ихняя функция наблюдать за этими, кто внизу, братьями, чтоб они правили здесь по справедливости. Они редко на землю спускают. Да, они вообще на землю не спускаются. Они спускаются до середины высоких деревьев, до верхушек низких деревьев. Посмотрят и уходят. Пай в беду. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok